Всем привет! Утречка! И мы, без преувеличения, всем семейством приехали на изъятие яйцеклеток, потому что это надо утром. Ну, Лера еще каникулы, поэтому приехала с нами. Так что идем! Сегодня изъятие яйцеклеток делается под наркозом, чтобы вы понимали. Так что, пожелайте мне удачи! Первый этап это побрали все мои данные. Давление, пульс, температура. Тут Леруша, там муж. Да, соответствие и меня, и Теудадзеута проверили. Сейчас муж пойдет в тайную комнатку сдавать сперму, а меня будут готовить к наркозу. А это я вам делаю обзор комнаты для уединения с ребенком. Ну, такое. Тут есть туалет, где можно сдать материалы узкие в баночку. Я оделась. Ой, у меня красивый такой люк сиреневый. Отправляемся в комнатку, где мне сейчас сделают наркоз. Ну, туда мы с вами не попадем. Туда попаду я, а остальные будут ожидать меня снаружи. Привет. Привет. Я возле наркоза. Кроза еще, конечно, не отошла, но еще чуточку. Они всегда по тебе находят, когда отходишь, дают такой вкусный сладкий чай, потому что ты же пуст. Пуст. Дай. Двенадцать часов не все равно взяла. Чшшш. Пирожка, не кричи. Холодец еще. Этот чай, он такой вкусный. Само изъятие яйцеклеток длилось полчаса. И отходняк от наркоза еще минут сорок. Сейчас еще парочка минут попью кофеечек. Тептый чай с сахаром. И все. И будем собираться. Только я еще спрошу, сколько яйцеклеток с меня достали. И когда примерно будут назад их возвращать. Уже вышла с этой прекрасной комнаты, сходила в туалет и меня затошнило. Поэтому пришлось сюда вернуться. Мне поставили такую капельницу против тошноты. Вот сейчас оно дойдет. И тогда меня уже отпустят. Поэтому затянулось этот отходняк. На час затянулся. Но заодно прочитала книжечку. И на русском, и на иврите, и на арабском. Чуть-чуть объясняется процесс. Хотя я его и так знаю. Ну что ж, изъяли с меня 8 яйцеклеток. Их там будут оплодотворять. Посмотрим, сколько из них получится оплодотворить. И через дня 3-4-5 будут возвращать назад. Ну, если будет что возвращать. Очень надеюсь. Обычно они делают оплодотворение методом ИКСИ. То есть они берут яйцеклетку и в нее физически прям запихивают сперматозоида. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим, что они там нашаманят. А пока мы поехали домой. Набираться сил перед следующим типулем. Но потом уже без наркоза это делается. Когда запускают назад в тебя, это без наркоза. Утро бодрое. Продолжение сюжета. Сегодня едем возвращать оплодотворенные яйцеклетки в меня. Получилось, тогда на следующий день позвонили, сказали, что оплодотворили 5 штук. Не знаю, сколько сейчас есть в наличии. И если все сохранились и все развиваются, то, наверное, мне будут подсаживать 2, максимум 3 оплодотворенных яйцеклетки. Делается это уже без наркоза и достаточно быстро все должно быть и без особой какой-то подготовки. Даже держать пост не надо. Вот. Поэтому едем с мужем Владиаду. Леру оставляем дома. Ну, не дома, а у свекрови. Потому что, по-моему, мужу тоже можно присутствовать в этот момент. А ребенку нежелательно. Поэтому оставляем дома. И поехали в Ланиада. Мы уже в Ланиада и на каждую процедуру отдельный лук. Сегодня у меня такой вот миленький халат фиолетового цвета. По типу все фиолетовый. Даже мужа приодели. Это лаборатория за окошком. Сейчас они достанут откуда вот эти клеточки, сверят с моим удостоверением. А вот тут вот находится кресло, где это все будет проходить в интимной обстановке. Ты кресло показал? И мужу можно находиться здесь. Да, вслышала. Ждем, пока нас выпишут. Влили в меня 2 зародыша. Или подсадили, как правильно сказать. На русском, наверное, подсадили все-таки. Посмотрим, что там прирастется, не прирастется. Теперь уже все. Только определенные таблеточки пьешь и ждешь 2 недели. Потом у тебя тест отправляют делать анализ, вернее, крови и смотрят. Две у тебя палочки или одна? Ну, подождем. На этом этапе уже хотела закончить с посещением Ланиаду. Потому что, в принципе, если все получится, то мне больше нет надобности в ближайшие 9 месяцев в Ланиаду приходить. А рожать? Рожать я еще не беременна, но рожать я уже говорю, что это только Ланиада. Это уже как мой дом родной. Ну все, ждем теперь еще 2 недельки. И буду объявлять очередной вердикт. За день до анализа крови на беременность я уже не выдержала. Пошла в аптеку, купила тест на беременность. И вуаля! Он показывает, что таки да, у нас получилось с первой попытки. Блин, как классно! Сейчас пойду мужа радовать. Вау! Я надеюсь, анализ крови это тоже подтвердит. Потому что тест говорит, что прям точный. Ну, вау! Поверить в это не могу. Просто не могу в это поверить. Когда сдала кровь на беременность, подтвердилось, что я таки да, беременна. Так что с каждым днем беременею все больше и больше. Но после того анализа надо через 3 дня опять сдать анализ на гормоны и на беременность. Проверить, как продвигается это все. И параллельно надо пить еще определенные таблетки для подтверждения. Не сам, ты уж много, ваше часы. Не знаю, не сам, чеш. Поэтому я пришла к врачу получить рецепты на дополнительные лекарства. И продолжается. Ну, уже с результатом так все значительно прикольнее. И настроение другое, когда знаешь, что уже кажется все хорошо. Конечно, первый и второй месяц он такой самый решаемый в этом деле. Ну, надеюсь, эти два первые месяца пройдут хорошо, а потом и вся беременность пройдет хорошо. Приехала делать проверку в Ланиада. И если все окей, то меня из Ланиада уже как бы врач выпишет и направит просто к гинекологу, у которого я буду наблюдать беременность. И был обычный день, скорее всего обычный вечер. У нас была плановая проверка у гинеколога, узиста. Мы пошли на нее, это была 13 неделя. Пошли все вместе, вместе с Лерой. Я легла на кушетку. Врач начал смотреть УЗИ, ну, как бы водить по животу, проверять, что там и как обстоят дела у плода. И попросил выйти дочку нашу с кабинета. В этот момент я поняла, что что-то не то. Дальше была такая фраза, что он не чувствует сердцебиение ребенка. До этого сердцебиение чувствовалось, потому что я была на предыдущих проверках, было все хорошо, все окей, все таки. А тут, говорит, нету сердцебиения и нету. Езжайте в приемный покой, проверьте еще там, но я не вижу, чтобы плод развивался, он замер. Мы, конечно же, быстро руки в ноги, очень расстроенные, поехали в приемный покой, где, подождав где-то 40 минут, меня приняли. Проверили еще раз и подтвердили, что плод замер на 13 неделе беременности, плод остановился в своем развитии. И все. Какие два варианта потом? Ну, это либо медицинский аборт с помощью таблеток, либо выскрабливание хирургическим путем. Мы спросили, что более лояльно и можно ли на этом сроке медикаментозный аборт. Сказали, что да, но на стационаре, то есть надо быть в приемном покое, когда мне это будут делать. Ну, мы выбрали это, потому что хирургическое, резать, лезть в эти места, конечно, может быть больше последствий, а это как-то более, ну, такое, более такое гуманное, что ли. Ну, не знаю, дурацкое слово в этом случае. И да, мне сделали этот медикаментозный аборт, вернее, я выпила одну таблетку, через сутки выпила вторую, приехала в больницу, и там уже осталась на ночь. Эта ночка у меня была веселая, со мной, конечно же, был муж, который прекрасная поддержка и забота. Дочка была у друзей. И утром меня выписали назад, все, уже просто была беременная, стала не беременная. До этого меня жутко токсикозило, где-то месяц меня конкретно токсикозило, я еле работала, я, ну, слабость была. Ну, планировала становиться второй раз мамой, но не судилась. Как я приняла этот вердикт такой, ну, конечно, неприятно. Я не приняла это через эмоции, я как-то приняла это осознанно. Если бы это было первый раз, тогда, 7 лет назад, когда я очень хотела ребенка, там бы были истерики, и врачи бы это слышали, и муж, и, не знаю, я бы там орала, что давайте мне срочно ребенка уже и сейчас. В этот раз я поняла, что все в жизни случается, а когда мы спросили, хотя было, конечно, очень неприятно и больно, а когда спросили врача одного, второго, как часто такие случаи происходят у женщин, он сказал, что каждая шестая женщина, у нее случается либо выкидыш, либо замирает беременность. Я поняла, что я не одна такая. Когда я начала копать больше, я поняла, что в моем кругу знакомых и друзей есть куча примеров, действительно, женщин, у которых были выкидыши или замирание беременности на разных сроках, и на более ранних, и на более поздних. Просто в обществе не принято говорить на эту тему, потому что это по старинке считается чем-то позорным, либо считается, ай, зачем ворошить такое, это очень личная тема или еще что-то. Поэтому, конечно же, когда мы видим эти розовые картинки, сторисы в инстаграме, та родила, тот родил, та родила, и все прекрасно, и детки бегают, и все, но просто редко кто рассказывает, с какими сложностями порой сталкиваются люди, женщины, мужчины, чтобы родить это чадо. Одни каждый год второй делают аборты, а другие, ну, потому что детей им столько не надо, а другие, наоборот, годами пытаются получить долгожданный плод, плод. Вот, закончилась память на телефоне, ну, в общем, кто-то долго ждет своего долгожданного нового человечка в своей семье, но если ждешь, что-то делаешь для этого, то, скорее всего, дождешься. Будем в это верить, по крайней мере, мы в это очень верим. Ну, а дальше, как Бог даст, и в эти моменты тоже понимаешь, что как бы медицина не продвинулась вперед, как бы ты там не хотел, но все эти вещи от Бога, так и Бог дает детей. Будем надеяться, что все будет хорошо и в нашей семье. Всем, кто столкнулся с подобной ситуацией, желаю много сил и не сдаваться, главное идти к своей мечте, к своей цели, что-то делать и пытаться, потому что кто сидит на месте, то, конечно, меньше вероятность, что что-то да произойдет. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за теплые комментарии. Если что-то у нас будет в этом плане новое, я вам обязательно расскажу. Вы же меня знаете. Я все рассказываю. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok